Прорыв подразделений в СУИЗ района Дебальцева 18 февраля 2015 года. 19, 2015, 13, 21. Оригинал взят у Dragon First Underscore One Прорыв подразделений в СУИЗ района Дебальцева 18 февраля 2015 года. Прорыв подразделений в СУИЗ района Дебальцева 18 февраля 2015 года. Количественный анализ. Уважаемые читатели. 18 февраля несколькими подразделениями в СУИЗ был осуществлен прорыв из района НП Дебальцева в район НП Светлодарск-Артемовск. При этом подразделения в СУИЗ вышли с боевой техникой и оружием. Карта с указанием точных маршрутов вывода направлений прорыва будет выложена отдельным постом примерно в 15.0019.02. А в данном посте ваш покорный слуга, не вдаваясь в оперативно-тактические и политические подробности означенного события, попробует примерно посчитать количество боевой бронированной техники в СУ, выведенной из района Дебальцева. Внимание, трафик! По счет сделан на основе анализа фотодокументов, выложенных в сеть корреспондентами украинских и зарубежных СМИ и другими очевидцами, каковых в районе Артемовск, Светлодар оказалось на удивление много. Кстати, всем им большое спасибо. Извините, что не делал ссылки на источники. Поэтому, соответствующих фото и видеоматериалов в сети вполне достаточно. Причем, при беглом просмотре новостных ресурсов, а также самих материалов, вследствие их обилия, создается впечатление, что из района Дебальцева выведена достаточно крупная группировка войск. По официальным заявлениям украинской стороны, не менее 80% всех подразделений, оборонявшихся Южней Г.Светлодарск. Так ли это? Приступив к написанию этого текста, ваш покорный слуга стал просматривать имеющиеся в открытом доступе фотоматериалы и сохранять их по принципу наличия на фотографии того или иного вида техники. Затем сравнил рассортированные таким образом фотографии и произвел по счет идентифицированных бронеобъектов, попутно их пронумеровав. Поэтому, те фотографии, на которых в один момент времени запечатлены боевые машины, относящиеся к различным типам, могут повторяться. Все идентифицированные объекты на фотографиях нумеровались мною красными цифрами. Для посчета использовались только данные новостных каналов украинских и зарубежных, не российских, СМИ, их корреспондентов и блогеров. Сразу оговорюсь. Возникающие в ходе посчета сомнения в идентификации одного и того же образца техники, отображенного на разных снимках, трактовались мною всегда в большую, по количеству, сторону. Например, если у меня возникали сомнения, относительно того, что на разных снимках изображен, скажем, один и тот же танк, то при посчете предполагалось, что это два разных танка. С танков и начнем. Танк номер один, танк номер два, танк номер три. Он же. Танк номер четыре, единственный, оснащенный ножевым минным тралом КМТ-67. Он же, трал перед левой гусеницей хорошо виден. Танк номер пять, танк номер шесть. Итого танков, шесть. Все танки, Т-64. Это целых два танковых взвода. В танковой роте, напомню, три взвода и 10-12 танков. В батальоне, 30-40 танков. Теперь боевые машины пехоты, БМП. БМП номер один. У машины очень характерная желто-голубая краска левого борта. БМП номер два и номер три. Правда, лично мне кажется, что БМП номер два и БМП номер один, это одна и та же машина, снятая с разных ракурсов, открыт верхние десантные люки, установлен ПТ-РК, наличие на заднем плане одной и той же автобусной остановки, доморощенный камуфляж, с характерной наклейкой, что вполне сочетается с патриотической расцветкой борта. Но не будем мелочиться. БМП номер четыре, БМП номер пять, БМП номер шесть, БМП номер семь. Она же. Одеяльцы характеризуют. БМП номер восемь, БМП номер девять. Снова БМП номер восемь, а также БМП номер номер десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, БМП номер четырнадцать, БМП номер пятнадцать, БМП номер пятнадцать, БМП номер восемнадцать и номер девятнадцать, БМП номер двадцать. Это все. Казалось бы, много. 20 БМП – это две практически полные мотострелковые, мото-пехотные роты. Без двух машин. Но только в одном мотострелковом, механизированном, батальоне таких рот – три. Правда, пехота может иметь на вооружении и многоцелевые легкие бронированные тягачи МТЛБ в войсках, именуемые «Мотолыга». Попробуем подсчитать и их. МТЛБ номер один. Он же. Скорее всего, он же, но, пусть будет МТЛБ номер 2 и МТЛБ номер 3. МТЛБ номер 4. Опять же, возможно, что МТЛБ номер 3 и МТЛБ номер 4 – это одно и то же лицо. Внимание на флаг, но точка-точка-точка мало ли в Бразилии Донов Педро. А в на Украине, же автоблокитных пропоров. Короче. Считаем за два. МТЛБ номер 5. МТЛБ номер 6 – за танком. Итого МТЛБ – 6 единиц. Два взвода. Кроме БМП и МТЛБ, пехоту в бою можно перевозить на бронетранспортерах – БТР. Эти машины на доступных мне снимках замечены не были. Но на видео, в конце поста, UPD-1 промелькнуло два единицы БТР-80. Продолжая тему МТЛБ скажу, что на базе этой неприхотливой и очень надежной машины советские инженеры создали целое семейство машин управления артиллерийским огнем. Они получили название МТЛБ. Буква U означает удлиненный. В ходовой части такой машины на один каток больше, чем в обычной мотолыге. Корпус, соответственно, и подлиннее и повыше. Считаем. МТЛБ номер один. МТЛБ номер два. МТЛБ номер три. На видео в конце поста засветилась еще одна машина, которую тащит на буксире самоходная артиллерийская установка – САУ-2С-3 «Акация». Речь о ней пойдет ниже. Итого, четыре единицы. Ну, что ж. Можно укомплектовать два взвода управления артиллерийского подразделения типа батареи. А чем стрелять? Считаем самоходные артиллерийские орудия – САУ-122ММ САУ-2С-1 «Гвоздика» номер один и два. Стоящая за ними гусеничная машина пусть не смущает читателя. Это гусеничный минный заградитель. Из котла он не выходил, что следует из его положения – носовой частью против направления движения колонн. 122ММ САУ-2С-1 «Гвоздика» номер три. 122ММ САУ-2С-1 «Гвоздика» номер четыре. Всего четыре единицы. Это – минимально возможное количество самоходных установок. Чтобы про них можно было бы сказать, это – артиллерийская батарея. Засветилась в колоннах еще одна САУ – 152ММ САУ-2С-3 «Акация». Правда, в единственном экземпляре. Ну, пусть будет САУ номер пять. На видео в конце поста видно, что эта машина тащила за собой на тросах одну единицу МТЛБУ, упоминавшуюся выше. А вот, кстати, еще и артиллерия. Не броня, но, все же, очень серьезное огневое средство – БМ-21 «Град» – одна штука. Что еще было из брони? Боевые машины разведки – БРДМ-2, боевая разведывательно-дозорная машина. Вот БРДМ-2 номер один, два и три. Они же, правда третья не видна. На этом снимке идентифицировать объект под номером три затруднительно, но похоже. Ну, пусть будет четвертая. БРДМ-2 номер четыре. БРДМ-2 номер пять. Вот, пожалуй, и все по бронетехнике. Всего удалось насчитать. Танков – шесть единиц. Это два танковых взвода. БМП и МТЛБ – двадцать шесть единиц, двадцать плюс и шесть. БТР-80 – два единицы. Это неполный мотопехотный батальон. САУ – пять единиц. Машин управления – четыре единицы. Это одна артиллерийская батарея. С хвостиком в виде двух взводов управления. Еще одна единица БМ-21 град. БРДМ-2 – пять единиц. Это половина разведывательной роты. С учетом техники, которая не обозначилась на фото и видео, а снимали там много и достаточно плотно, можно сделать допущение, что общее число бронеобъектов, вышедших из котла, примерно равно по считанному мной количеству, плюс двадцать плюс двадцать пять процентов от каждого вида. Что примерно составит, танков, до десяти, танковая рота БМП, БТР, МТЛБ, до сорока, мотопехотный батальон самоходных артиллерийских систем и машин управления, до десяти, артиллерийская батарея БРДМ, до десяти, разведывательная рота, и, да, чуть не забыл. Автомобили. Много. Реально много. Настолько много, что из-под Дебальцева на них вывезли не только людей, но кое-какие стратегические материалы, очевидно необходимые для очередной перемоги. Так что же это было? Батальонная тактическая группа в полном составе? Или остатки нескольких разных подразделений ВСУ? Справочно, всего в составе южной, окруженной, группировки ВСУ, по всей видимости, находились до двух батальонных тактических групп 128 АКБР, не менее двух ротных тактических групп 30 АМБР, подразделения из состава батальонной тактической группы 25 АВДБР, 11 отдельный мотопехотный батальон, 25 отдельный мотопехотный батальон Киевская Русь, 40 отдельный мотопехотный батальон Кривбас, подразделения 8 полка СПН и 101 бригады охраны ГЭШа, до ротной тактической группы 17 АДБР, Дороты 2 батальона ПС, подразделение батальона ОСН милиции Свитясь, подразделение батальона милиции Львов, не менее трех артиллерийских дивизионов ствольной артиллерии, не менее дивизионы реактивной артиллерии, в том числе, 5 реабатор 27 реактивного полка. UPD 1 Click to view Click to view Click to view Укропия Leave a comment, read comments 17